За плечами этих ребят 4 года учебы в Рязанском государственном радиотехническом университете. У них разные специальности и цели в жизни, но есть то, что всех объединяет. Помимо гражданской специальности, они получили и военную. 8 июля курсанты военной кафедры и учебного военного центра приняли присягу. Теперь они получили свой первый документ о высшем образовании. Курсанты только вернулись с военных сборов, и сейчас им предстоит сделать нелегкий выбор дальнейшего пути. Исполняющий обязанности ректор Михаил Чиркин уверяет, здесь ждут каждого студента, прошедшего обучение на военной кафедре. При этом для них есть особые условия при поступлении в магистратуру. У меня сейчас нарастает количество запросов с разных предприятий, очень солидных, на специалистов по радиотехнике, электронике, схемотехнике, вычислительной технике. Но в основном это предприятия, которые выпускают наукоемку и продукцию, и они хотят все-таки получить выпускников магистратуры, и соответственно с начальной стадии обучения в магистратуре уже привязать конкретного студента к себе. Педагоги и наставники в этот день вместо лекций своим ученикам давали наставления и заверили, что двери вуза всегда будут открыты для всех выпускников. В первую очередь поступить в магистратуру для получения следующего уровня высшего образования. Ну и устроиться в жизни и достаточно большое количество, как и в прошлом году, изъявляют желание пройти службу по контракту уже в должности офицера. Звание они получат где-то в середине ноября месяца. Практически половина выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета действительно останутся для учебы в магистратуре. Каждый выбрал ту специальность, которая не только по душе, но и является востребованной на рынке труда. Специальность у меня – программная инженерия. Научился программировать на различных языках. Соответственно были еще инженерные навыки, то есть преподавали очень много разного всего. Но в основном это были программирование и еще раз программирование. Молодые люди признались, совмещать учебу на своей кафедре военной было совсем несложно. Наоборот, это дало ряд преимуществ и помогло воспитать такие качества, как ответственность и собранность. Об этом свидетельствует и количество красных дипломов. Их получили 15% выпускников. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова